Исполнение майских указов президента – задача номер один для всех регионов страны. Об этом заявил полномоченный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов в ходе официального визита в столицу Ненинского округа. При этом полпред подчеркнул, что выполнения показателя не должны стать самоцелью. В случае объективных препятствий необходимо искать альтернативные варианты повышения качества жизни населения. Отчет об исполнении майских указов представила вице-губернатор Татьяна Лагвиненко. Из 40 целевых показателей, определенных указами, по итогам 2015 года достигнуты плановые значения по 29. Шесть целевых показателей выполнены на 95%, что является допустимым отклонением от нормы. Особое внимание Николая Цуканова было обращено на зарплаты работников образования. План по повышению уровня зарплат педагогов в школах до среднего по региону выполнен с превышением на 17,4% в прошлом году и на 4,5% в текущем. Что касается дошкольного образования, то исполнение в первом квартале 2016 года составило 96%. Причиной невыполнения является недостаточная квалификация работников. 76% педагогического состава имеют среднее профессиональное образование. Кроме того, на показатель повлиял рост средней заработной платы в сфере общего образования на 8,8% относительно 2014 года. По словам вице-губернатора Татьяны Лагвиненко, для достижения показателя к концу 2016 года будет продолжена работа по повышению квалификации, а также аттестация педагогических работников совместно с Северным Арктическим Федеральным Университетом. К концу года данный показатель прогнозируется к выполнению на уровне 133,3%. До 139,6% планируют довести показатель средней заработной платы работников доп. образования. За первый квартал 2016 года средняя зарплата педагогических работников доп. образования составила 73,516 рублей, что составляет 100,4% от средней зарплаты учителей в регионе. Основной причиной недостижения показателя по итогам года является уменьшение в соответствии с законодательством учебной нагрузки педагогических работников, а также снижение коэффициента совместительства. Кроме того, как и в случае с работниками детских садов, существует процент педагогов доп. образования, которые не имеют высшего образования и квалификационных категорий. Исполнить указы президента в полном объеме, то есть довести зарплату работников образования до средней по региону, Неницкий округ обязуется к концу года. Наиболее критичным, по словам вице-губернатора, остается исполнение показателя по использованию гражданами механизма получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Сегодня доля граждан, получающих госуслуги через интернет в Неницком округе, составляет 15,7%. Плановый показатель для страны установлен на отметке 40%. Несмотря на положительную динамику, в 2016 году достижение показателя в ближайшем будущем маловероятно, учитывая специфику региона, отметил заместитель полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Андрей Травников. Достижение индикаторов и цифровых показателей не самоцели, она не должна закрывать реальную работу. Поэтому хотелось бы, может быть не сейчас, может быть мы подложим в протокол этот пункт, услышать, какие мероприятия дополнительные, компенсирующие, вы проводите для повышения доступности и качества государственных и муниципальных услуг. Вот лично мне что напрашивается, вот у вас подсчёт уже сегодня 100% охвата населения сети МФЦ. Соответственно, нужно расширять количество услуг, которые предоставляются через МФЦ. В 2015 году в Ненинском округе завершены мероприятия по созданию сети многофункциональных центров. МФЦ появились во всех муниципалитетах региона. В 2015 году госуслуги через МФЦ получили в три раза больше заявителей, чем в 2014. За семь месяцев текущего года уже предоставлено 24 тысячи услуг. Это практически столько же, сколько было предоставлено за весь 2015 год. По итогам девяти месяцев мы пришлём сюда тоже из полпреста рабочую группу, которая посмотрит, что было сделано в субъекте, что вам удалось достичь. И самое главное, коллеги, по всем основным показателям, объективным, которые можно будет выполнить, вы должны их выполнять. Полпред Николай Цуканов также напомнил, что исполнение указов президента приведут к качественной жизни населения. А это задача номер один для всех регионов страны. Ирина Цепитова, Антон Водряков, Телеканал Север.